Здравствуйте! В эфире 5 канал. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. С вами Анастасия Мосина. Об актуальных темах недели сразу после краткого обзора событий. Краевой суд обязал китайских лесопильщиков убрать свалку тлеющих опилок. После масштабных пожаров в Канске весной прошлого года Минэкология края проверила предприятие Синь-И, на территории которого и произошло возгорание. Напомним, в мае 2017-го директора лесопилки арестовали. Однако отходы лесопиления так и остались лежать на прежнем месте. Экстремальные морозы захватили Канск и весь Красноярский край. Уже неделю столбики термометров колеблются в районе отметки минус 40 градусов. В отдаленных районах нашего города в самые холодные дни температура опускалась до минус 50. Морозы привели к многочисленным проблемам как в жилищной сфере, так и во многих других. Часть междугородних рейсов отменили, начались перебои с пассажирскими перевозками, а у школьников наступили незапланированные каникулы. В учреждениях дошкольного и общего образования введены актированные дни. Но, несмотря на дикий холод, Канск присоединился ко Всероссийскому зимнему фестивалю «Выходи гулять», мероприятие которого в рамках приоритетного проекта «Городская среда», запланированные в большинстве благоустроенных пространств. Скандальный красноярский блогер подарил инвалиду Каннска коляску стоимостью более 70 тысяч рублей. Дмитрий Шилов приехал в Каннск на лимузине. Два дня он отдыхал в одном из лучших отелей города. Но и попутно сделал доброе дело. Андрей Рыжов, инвалид первой группы, в результате болезни лишился обеих ног и давно нуждался в инвалидной коляске. После череды преступлений, совершенных в нескольких образовательных учреждениях страны, правоохранительные органы и педагоги Каннска приняли решение выработать план действий по предупреждению подобных ЧП. Безопасность детей в школах стала главной темой для обсуждения на совещании в Управлении образования. На сегодняшний день практически везде, за исключением пары учреждений, отсутствуют турникеты. В девяти школах нет видеонаблюдения. В трех имеется частично. В каннских больницах растет число пациентов с обморожениями. Стационар переполнен, операции по ампутации пальцев и стоп идут ежедневно. Сообщается, что одна женщина и вовсе замерзла насмерть. Несмотря на то, что синоптики обещают потепление, медики готовят дополнительные кушетки. С теми, кто на себе почувствовал последствия сильнейших морозов, пообщалась Ольга Ванеева. Виталий Григорьевич даже не понял, как произошло обморожение. Утром вышел на работу, долго ждал автобус. Температура в районе кожзавода тогда была около 50 градусов. От обморожения кистей ругни спасли даже перчатки. Врачи борются за сохранение всех его конечностей. Однако пока прогнозы неутешительные. Еще одна пациентка хирургического отделения Ирина пошла к подруге в гости и тоже получила сильнейшее обморожение. Ну как, ну замерзла ноги-то замерзла. Пришла отмоя, на следующий день у меня все этими волтерями. Скорую вызвали. Ну вот врачи что говорят? Тут вроде как одна говорит, что пальцем путирует, но какая вроде как ничего не знаю. Тем временем во всем Красноярском крае за последние две недели в больнице с обморожением обратились более 180 человек. Врачи сетуют, что с потеплением это число возрастет в разы. Ведь многие сразу не обращаются за помощью. В больнице готовятся к наплыву обмороженных. В полную идут операции. Чаще всего обморожение третьей-четвертой степени заканчивается операцией, ампутацией. Чаще всего это пальцы. Сейчас палаты у нас переполнены. Больных очень много. Больные поступают, поступают и поступают. Мы активно работаем с районами. То есть, если больной к нам поступает из района, мы стараемся его как можно быстрее пролечить и уже в удовлетворительном состоянии отправить на долечивание в район, для того, чтобы там проводились дальнейшие перевязки. Морозы сковали весь край, говорят синоптики. Север, центр, юг. Температура практически одинаковая. Ночами до минус 40. Немного особняком стоят Авенкея и Таймыр. Там столбики термометра опускаются до 57 градусов. Но, к счастью, потепление придет в наш регион в ближайшие выходные. Постепенно начнется потепление в северных районах края и распространяется уже к воскресенью на центральные и днем на южные районы края. Температура повысится ночью до 25-30 градусов и в дневное время до 15-20. Если верить долгосрочному прогнозу, этой зимой такого сильного холода уже не будет. В феврале 30-градусные морозы опустятся на Канск лишь ночами. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Еще одно последствие морозов – увеличение количества пожаров. Из-за нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации печного отопления возгорания происходят не только в домах, бушуют пламя и в гаражах, где люди зачастую пытаются отогреть свои автомобили. Так, сегодня после обеда произошло возгорание частного гаража в арсенале. Площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров. Образовался плотный столб дыма. Существовала угроза, что огонь перекинется на деревянный дом и другие постройки. К тушению были привлечены три единицы техники. Люди пытались закидать пламя снегом. В результате пожара огнем был уничтожен автомобиль и один гараж. Второй поврежден. Еще несколько возгораний гаражей произошло накануне. На улице Лесников из-за неправильной эксплуатации печного отопления выгорел внутри крупный гаражный бокс. Основные причины пожара – это нарушение правил эксплуатации печного отопления, 54% из этого количества. Короткое замыкание электропроводки – это 21%. И разгорание по другим причинам – 25%. А какие причины? Поджог, нарушение эксплуатации керосинового устройства. Неосторожное обращение с огнем неустановых лиц, а также обращение с огнем детей. Всего с начала года в Каннске произошло 27 возгораний. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли два человека. Спасатели призывают людей не играть с огнем и уделять особое внимание правилам противопожарной безопасности, следить за состоянием печей и обогревательных приборов, не оставлять детей наедине с огненной стихией. Актированные дни затянулись, и у многих родителей возникает вопрос – нужна ли справка для того, чтобы отвезти ребенка в сад или школу после того, как придет потепление. Татьяна Блинкова разбиралась, как вести себя взрослым в этой ситуации. Подробности в нашей постоянной рубрике «Ликбез». У Алины двое детей. Младший Ваня – дошкольник, и дочь Соня ходит в третий класс. Морозы не отступают с четверга прошлой недели, и все это время дети сидят дома. Алину, как и, вероятно, многих родителей Каннска, интересует вопрос. Сейчас актированные дни, и мой ребенок уже не посещает детский сад пять рабочих дней. По прогнозам, морозы должны упасть. И меня, как родителя, волнует такой вопрос – какой документ мы должны предоставить в свое дошкольное учреждение. Администрация детского сада пояснила, что если мой ребенок не посещал детский сад пять рабочих дней, мы должны предоставить справку от педиатра. Так и есть, после продолжительного отсутствия в детском саду или школе родители должны предоставить справку о том, что ребенок здоров и не имел контакта с инфекционными больными. Об этом нам сообщил главный врач детской больницы Алексей Бобрик. Посещение школы или детских садов регламентировано, в том числе и с санитарными нормами и правилами. Значит, САНПИН четко пишет, то есть пять дней отсутствия в образовательном учреждении требуется справка по месту жительства, ну, справка от лечащего врача, лечащим врачом является участковый педиатр, значит, о наличии либо отсутствия у ребенка каких-либо заболеваний. Надо понимать, что приказ или постановление об актированных днях – это не запрет на посещение детских садиков. Согласно этому постановлению, ни один детский садик не был закрыт. А это значит, что каждый родитель сам вправе решать, отправлять свое чадо в сад или школу или оставить дома. Отметим, что если ребенок за неделю хотя бы раз появился в образовательном учреждении, то отсчет начинается именно с этого дня. Данные справки и требования дошкольных образовательных учреждений необходимо для того, чтобы не было заноса в образовательные учреждения различных инфекционных заболеваний, чтобы дети были здоровы. Я думаю, что все родители заинтересованы в здоровье своих детей. И, конечно, выявить любое заболевание возможно только врачом. Ребенок должен прийти в дошкольное учреждение здоровым. Добавим, что справку можно получить как у своего участкового врача, так и в доврачебном кабинете, который работает на базе всех подразделений детской поликлиники. Для оформления справки посещать узких специалистов не нужно, поэтому процедура не займет много времени. Огромных очередей врачи не прогнозируют. Татьяна Блинкова, Александр Минеев. Итоги недели. 27 января. День снятия блокады Ленинграда. 872 дня фашисты проверяли людей на прочность, морили голодом и русскими морозами. Эта дата не является красной в календаре, но для многих людей, побывавших там, это день памяти. Наша съемочная группа побывала в гостях у одной из блокадниц, которая сейчас живет в Канске. Тяжело было всем жителям отцепленного города, но больше всего страдали младенцы, которых просто нечем было кормить. Нина Васильевна родилась 4 июня 41 года и знает все со слов старших братьев и сестер. Она рассказала нам, как ее месячную вместе с многими детьми держали в землянке и как ее брата-подростка посадили на 10 лет за то, что он пытался отвезти младшим еду. После землянок их вывезли в город, где жили только финны, а потом вернули в Ленинград. 13 апреля нас повезли по этой дороге жизни. Можете представить, наша машина прошла, а две других так и ушли под лед. И вот я говорю, что надо мной какой-то ангел-хранитель. И нас уже посадили в вагон и повезли по всей России, какой город нас примет. Только будучи годовалым ребенком, она добралась до Каннска. С тех пор тут и живет. Общается со всеми блокадниками, которые обосновались в нашем городе и постоянно посещает встречи перед этой датой, организованные Советом ветеранов. Блокадников на сегодняшний день у нас 19 человек. Сегодня присутствует 8 на этой встрече. Остальные постоянно здоровье. Может быть, из-за того, что сегодня мороз еще. И при том, вот такие встречи у нас проходят регулярно, уже на протяжении, наверное, пяти или шести лет. Вот в канун таких знаменательных дат, как прорыв блокады Ленинграда, снятие блокады и тому подобное. На встрече дети блокады принимали поздравления от детей, которым важно знать о таких знаменательных датах в истории России. После поздравления ребята вручили блокадникам открытки и сладкие подарки. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов. В итоге недели. Сразу после небольшой рекламы рубрика «Гой студии», в которой мы с Константином Бакшеевым, председателем городской федерации хоккея, поговорим о строительстве ледового дворца в Канске и о том, сколько жителей нашего города играет в хоккей. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И одна из главных тем уходящей рабочей недели – это то, что в 2019 году в нашем городе начнется строительство ледового дворца. Об этом в своем интервью накануне Нового года заявила глава города Надежда Качан. Это подтвердили ее заместители буквально вот на этой неделе. И сегодня у нас в гостях председатель городской федерации хоккея Константин Бакшеев. Здравствуйте, Константин. Скажите, довольны, рады такой новости? Конечно, конечно. Он у нас в планах стоял и на 2016, и на 2017 год. И проект насмертное было готово. Мы его ждем с нетерпением. Сколько человек примерно в Канске систематически стоят на лед, то есть просто катаются или занимаются хоккеем? Я как бы заведующий стадионом, да, на коньках в теплые дни народу просто много. Хоккей на текстильщике у меня человек 30-40 занимается хоккеем. Регулярно, да? Регулярно, да. Проходят занятия. Когда, понятно, погода позволяет, когда снега нет, мороза нет. Но вот сейчас такие затяжные морозы, наверное, все сидят дома, да, и не занимаются? Все, да. Звонят, когда все смотрят погоду, когда же отпустят, все рвутся в бой играть. Ну, как считаете, будет востребован прям этот спортивный объект в Канске? Я считаю, что да. На 100%? На 100%. Потому что мы как бы играем, да, своей командой Каннские львы, у нас есть команда города Каннска. Мы играем в Красноярской ночной лиге, и наш, как бы, лед, да, домашний получается. Он у нас подгорный, поселок подгорный такой, там есть ледовый дворец небольшой, и мы там катаемся. Мы просто, когда приезжаем на игру, да, там есть 15 минут вот этих для заливки льда, и просто лед расписан, ну, каждый час. То фигурное катание у них, то хоккей, то тренировки, то игры. И он до 12 часов работает ночью. Когда образовалась в Каннске федерация хоккея, и кто, кроме вас, да, и ваших вот членов команды, о которой вы сказали, культивирует этот вид спорта? Образовалась федерация в прошлом году, она, как бы, образовалась, да, но она еще, как бы, не работает полноценно, как бы, потому что, ну, нету никаких, как бы, не вложений, да. Мы ищем инвесторов, как говорится, да, в нашу федерацию, но пока это все, ну, стоит такое. В плане, как бы, дальше развития, понятно, да, но пока нету никакого развития, потому что не можем привлечь детей, потому что детский вид надо тоже развивать. А детей не можем привлечь, потому что не дает погода. Инвентаря наверняка нет, да? Ну, инвентарь, с инвентарем можно решить этот вопрос, но не дает, самое главное, погода нам, чтобы заниматься полноценно хоккеем. Сколько команд в городе Каннске и в каких турнирах они принимают участие? На данный момент две команды, это текстильщик и металлист. Как бы, есть сборная, да, текстильщик и металлист, мы играем в ночной лиге. Это 40 плюс дивизион. И мы проводим местный турнир, да, под эгидой восточной зоны. Принимают участие в этом четыре команды. Это две команды, Иланска, Локомотив и Сибирский экспресс. И Каннские две команды, металлист и текстильщик. Первый круг уже закончился, сейчас идет второй круг. Ну, как, так как вот стоят уже, да, морозы, у нас две игры было запланировано в эти дни. Они просто переносятся, сейчас вот вроде потепление идет, и у нас во вторник, в среду будут игры. Ну, ладно игры. Для тренировок, получается, нет ни условий, ни места, да? Понятно. Какими успехами уже можете похвастаться? Ну, в ночной лиге мы идем третье, хотя там тоже как бы четыре команды, да, в этом, в дивизионе центр. Как бы там проходит дивизион юг, есть дивизион запад и есть центр. Востока нет? Да, почему, да. К нам приходила бумага с Красноярской, да, федерации вообще, ну, с хоккея, что мы вкладываем в развитие хоккея, какие мы, ну, предпринимаем шаги. И мы им ответ написали, что восточную зону мы хотели бы провести у себя в Канске, так же, как проводит юг. Они проводят у себя и потом едут на стыке только в Красноярск. А мы, получается, ездим каждую неделю, да, каждую пятницу, субботу мы ездим в Красноярск играть, чтобы принимать участие вообще в этой лиге. Если бы у нас был бы этот Крытый, да, мы бы у себя проводили бы восточную зону и весь Восток бы играл бы у нас в городе Канске. Потому что восточная зона, центр – это Канск. Вы сказали о том, что детских команд нет, да, и вообще детского хоккея в Канске нет. А студенческий, в учебных заведениях, владеете информацией, есть команды? Ну, на педколледже, да, есть коробка. Прошлый год они как бы, да, занимались тоже, мы их привлекали. На лице и коробка есть залитая. Там тоже, ну, катается, ну, тоже такие, как бы на энтузиазме, на своем. Ну, тоже народу немного. Детские есть у Митрошенкова Василия, она металлисте. Ну, тоже погода, ну, просто не дает ничего. Заниматься даже процесс тренировочный какой-то проходил бы, ну, не дает нам погода. В хоккее играют настоящие мужчины. Вот можете поименно сказать, кто все-таки в Канске культивирует этот вид спорта? Кто действительно горит за него? Ведь вид спорта действительно замечательный, олимпийский и зрелищный. Я думаю, что это возрастные, да, люди, которым уже за 40, которые, я думаю, что, может, больны этим видом спорта, да. Вот что на металлисте, да, что у нас на текстильщике. Есть, которые люди без этого вида спорта просто жить не могут. И они тянутся, ну, играют. Константин, спасибо вам большое за беседу. Удачи и успехов вам. Спасибо вам. Из Сибири на подиум Парижа в Канске состоялась презентация фестиваля конкурса «Открытая Сибирь», который пройдет с 29 марта по 1 апреля. По задумке авторов, этот проект даст возможность лучшим моделям, фотографам, дизайнерам и модельерам региона презентовать свои работы широкой публике, а также побороться за право представлять нашу страну в Париже. С подробностями корреспондент телеканала Енисея Леонид Юрков. Идея этого проекта родилась летом прошлого года в Париже, когда две участницы Канской модельной школы стали победительницами фестиваля «Юная мисс Вселенная». Нашу школу заметил сам Пьер Карден. Именно он готов поддержать талантливую молодежь. Каннский фестиваль «Открытая Сибирь» станет отборочным этапом международного конкурса, финал которого пройдет в Париже весной этого года. У нас прямой выход на площадки в Париже, это концертные выставочные площадки, где будет собираться французская публика, изысканная, которая понимает в искусстве, в культуре. И это будет продвижение участников реальное. То есть участники будут реально продвигаться в своем творчестве. Отбор участников будет проходить в нескольких направлениях. Модели, дизайнеры, художники, модельеры и многие другие. В состав жюри войдут известные российские и зарубежные деятели искусства. Их согласие уже получено. Они готовы приехать в «Открытую Сибирь». Очень много фестивалей и конкурсов там, где я была, знают город Каннск. Знают именно по людям и знают именно по творчеству. Здесь творческий потенциал огромный. Огромное количество коллективов, которым есть что показать и которые готовы показать. «Открытая Сибирь» может стать своеобразным мостом между самобытностью Сибири и изысканностью Франции. Единственная проблема сейчас – это финансирование проекта. Его организаторы уже ведут активные переговоры с возможными спонсорами и партнерами будущего фестиваля. Леонид Юрков, Александр Шумерин. Специально для телекомпании «Канск». Пятый канал. Редчайший белый воробей объявился в Канске. Уникального пернатого удалось запечатлеть жителям города. Он вместе со своими собратьями, а также снегирями и другими птицами прилетел к кормушке, установленной у одного из домов поселки Строителей. Об удивительной птице расскажет Татьяна Лисогор. Вот он, я снимаю. Ну, хорошо, красавица. Белый воробей среди деловито снующих коричнево-серых сородичей привлекает внимание всех. На днях редчайшую пташку, нехарактерную для северных широт, засняли на видео. Это не отдельная порода птиц, а скорее генетическая мутация, вызванная нехваткой пигмента меланина. Воробей-альбинос – очень редкое явление в природе. Среди обычной популяции птиц он встречается один на миллион. Судьба у него как бы не из приятных. Во-первых, легкая добыча для хищников, потому что белая краска, она его сразу выдает. А во-вторых, он не может найти себе пару. Это мутация происходит, либо же это связано с плохой экологией, либо это может быть с кормом каким-то. Но все-таки это на экологию, я думаю, что больше экология влияет. Своего необычного собрата воробьи не прогоняют, как и соседи по кормушке. Сам он чуть более осторожен, чем другие. В России около 70 зимующих видов птиц. Они остаются в родном краю круглогодично. Тепло в холода лишь сытым пернатым. Значит, зимующая птица должна уметь добыть пропитание среди снегов. Остаются зимовать птицы, довольствующиеся ягодами, семенами и хищники. Зима – трудное время года для пернатых. Из-за метели и сильных морозов многие птицы погибают от голода. Особенно страдают синицы. Из десятка до весны доживает только одна. Вы можете помочь птицам пережить голод. Их можно подкармливать свежим салом, семечками и крупами. Татьяна Лисогор, Александр Шемилин. Итоги недели. На этом наш выпуск завершен. Такой запомнится нам уходящая неделя. С вами была Анастасия Мосина. До свидания и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!